55 лет назад советская ракета вывела на орбиту корабль «Восток», на борту которого находились собаки «Белка» и «Стрелка». Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения, питания, водоснабжения, синизации, регенерации отходов. Медико-биологическая аппаратура фиксировала изменения, происходившие в организмах собак на протяжении всего полета. 19 августа 1992 года Республика Казахстан вступила во Всемирную организацию здравоохранения. Казахстан стал 180-м государством-членом этой организации. ВОЗ является направляющей и координирующей инстанцией в области здравоохранения в рамках системы объединенных наций. В 21 веке охрана здоровья является общей обязанностью, которая включает обеспечение справедливого доступа к основным видам медико-санитарной помощи и общую защиту от транснациональных угроз. В 1998 году в доме, где жил композитор, народный артист Казахстана Шамши Колдаяков, была установлена мемориальная доска. Шамши Колдаяков – популярный композитор, король казахского вальса. С раннего детства проявлял незаурядные способности, демонстрируя свои таланты на различных торжествах и конкурсах, где нередко удостаивался самых высоких и почетных наград. В 1956 году написал песню «Мой Казахстан», которая впоследствии стала современным гимном Казахстана. Сегодня Всемирный день фотографии, учрежден в 2009 году австралийским фотографом по имени Корски Ара. Дата праздника была выбрана не случайно. 9 августа 1839 года французский художник, химики-изобретатель Луи Даггер представил Французской академии наук процесс получения дагеротипа изображения на светочувствительной металлической пластинке, а 19 августа правительство Франции провозгласило его изобретение подарком миру. В этот день 1963 года родился спортсмен в беге на длинные дистанции, заслуженный мастер спорта Мараджи Ланбаев, уроженец Павлодарской области, является единственным человеком, пробежавшим крупнейшие пустыни планеты в Азии, Африке, Австралии и Америке. В 1990 году в Книге рекордов Гиннесса отмечены его многочисленные достижения, в том числе 23 марафона за 23 дня, 226 марафонов за один год, восхождение на пик Эльбрус за 7 дней, пробег через Сахару за 24 дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова